Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого. Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Продолжение. Если мы захотим представить и ночное время, то увидим монаха, отличающимся службой убогой молитвами, воспевающим гораздо раньше птиц, сожительствующим с ангелами, беседующим с Богом, наслаждающимся небесными благами, а начальствующего над многими народами, областями и войсками, и обладающего обширной землей, обширным морем, распростертым на ложе и крепко спящим. Потому что монах питается такими яствами, которые не требуют от него глубокого сна, а последнее усыпляет роскошь и питье, удерживающие на ложе до самого дня. У монаха и одежда, и стол умеренный, и соучастниками в яствах бывают подвязающиеся в той же добродетели. А целью необходимо украшаться камнями, золотом, предлагать блистательный стол и иметь соучастниками, если он неразумен, достойных собственной его порочности. А если имеет ум и смиренно мудрее, то может быть честных и справедливых, но много уступающих первым добродетелям. Так хотя бы царь был любомудр, он даже и мало не может приблизиться к доблестям монашествующего. Он путешествующий бывает обременителен для подданных, и живя в городе, и наслаждаясь миром, и участвуя в войнах, и требуя поддателей, и собирая войска, и приводя пленников, и побеждая, и подвергаясь поражению, потому что подвергаясь поражению, он слагает на подданных собственные бедствия. А побеждая становится невыносимым, украшаясь трофеями, тщеславясь, и представляя воинам свободу грабить, расхищать и бежать путников, держать города в осаде, разорять дома бедных. Он, принимающий к себе их, требовать каждый день того, чего не позволяет никакой закон, под предлогом какого-то древнего, беззаконного и несправедливого обычая. Притом богатому царь нисколько не вредит такими тягостями, а причиняет зло бедным, как бы поистине стесняясь богатых. А монах не таков. Но, как только покажется, он является приносящим некоторую благодать богатым и бедным, одинаково тем и другим, обвлекаясь в одну одежду целый год и для питья употребляя воду охотнее, чем другие чудное вино. Для себя не спрашивая богатых никакой немальной и небольшой милости, а для бедных и спрашивая многих и постоянных милостей. С пользуя для тех и других и для дающих и имеющих получить. Таким образом, он есть общий врач одинаково и богатых, и бедных, первых освобождает грехов добрым увещанием, а последних избавляя от бедности. Царь же и повелевая облегчить подать и приносит пользу больше богатым, нежели бедным, а поступая напротив, тем более вредит имеющим мало, потому что богатому немного может повредить тяжесть податей. А дома бедных она, как поток разрушает, наполняя селения боблями. И ни в старости не желают сборщики подать, и ни вдовства жен, ни сиротства детей, но бесчинствуют во все время. Как бы общие враги страны требуют от земледельцев того, чего и земля не производила. Продолжение следует.